Да, сейчас начнется. Давай-давай, молодец! Ммм, да-да, вот так! Эй, погоди, ты куда? Стоять! Я сказал, стоплось! Становись смирно! Равнение на знамя! Вольно! Приготовились слушать новости мировых рынков и политэкономическую информацию. Итак, товарищи, я поздравляю всех вас с почетным 123-м местом в рейтинге Всемирного банка. Ура, товарищи! Это большая радость! 123-е место из 183-х стран по легкости ведения бизнеса. Это вам не что-нибудь! Ну и что, что Грузия в новом списке получила 12-е место? Ну и что, что впереди нас оказались Эстония, Литва, Латвия, Киргизия, Армения, Азербайджан и Казахстан? Но мы же знаем, что рейтинг политически ангажирован. Зато мы оказались впереди Бразилии, которая на 127-м месте и Индия, 134-е место. Да и Китай своим 79-м местом недалеко ушел. Так что есть чем гордиться, товарищи! Идем не хуже конкурентов! А пока в России были праздники, мировые фондовые рынки сумели неплохо подрасти. В частности, совокупный рост индекса Dow Jones составил 2,3%. Инвесторы позитивно восприняли экономические данные. Уровень безработицы в Штатах в октябре сохранился на прежнем уровне. 9,6%. Однако занятость в несельскохозяйственном секторе возросла на 151 тысячу человек. На 25 тысяч больше, чем прогнозировалось. Это произошло в первый раз после 4 месяцев непрерывного снижения занятости. Сразу отмечу, что сегодня макроэкономических данных в США не будет. И вообще, предстоящая неделя не отличается значимой статистикой. Наиболее интересные данные выйдут лишь под конец недели, в четверг и в пятницу. Это будут уровень безработицы за неделю и мичиганский экономический индекс. Но корпоративные отчеты в Штатах сегодня имеют место быть. В частности, отчитается крупный строительный подрядчик Magdermott International, страховая компания Progressive Corporation и крупнейшая служба онлайн бронирования отелей в США Priceline.com. А в среду выйдет отчет компании Cisco Systems. Инвесторы ожидают, что показатели корпорации должны быть хорошими. И эти ожидания уже учтены рынком. Поэтому даже небольшое расхождение с прогнозом может вызвать коррекцию. Многие игроки отмечают, что увеличение выручки сильно отстает от роста прибыли. В среднем отчитавшиеся компании из списка индекса S&P 500 сообщили о повышении прибыли на 31%, а выручки лишь на 8%. Такое расхождение вызвано тем, что в прошлом году прибыль компании была невысокой. Последствия экономического кризиса и все такое. А соответственно в этом году прирост оказался весьма значительным. 4 ноября я планировал шортить акции Hewlett Packard в районе от 43,87 до 44,10. Но ситуация сложилась еще благоприятнее. Появился новый уровень разворота 44,41. От него я продал. Цель снижения на 1,5-2 доллара. То есть до уровня 42,50-41,50. А вот еще одна прекрасная новость. Ставить кавычки вокруг слова прекрасное. Решайте сами. А новость вот какая. Предельный рост тарифов на услуги ЖКХ в России в 2011 году не превысит 15%. Это нам пообещал министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин. Спасибо, господин министр. Земной вам поклон. Разумеется, тарифы растут не по прихоти коммунальщиков, а потому что мы, как всегда, сами виноваты. По словам Виктора Басаргина, одна из главных проблем – это неплатежи населения поставщикам услуг ЖКХ. Они составляют на сегодняшний день 64,9 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность организации ЖКХ приближается к 79 миллиардам рублей. Понятно, если кто-то не платит, то проще не заставлять его заплатить, а раскидывать его долги по добросовестным плательщикам. Так почему бы вам не заплатить больше? Платите за себя, а заплатите еще и за того парня. Изумительная логика. Вполне в духе наших чиновников. Для более плодотворной работы Басаргин попросил подключить к решению этих вопросов признанных мастеров креативного мышления. Генпрокуратуру и Росфинмониторинг. Голубые фишки. Ну, раз речь зашла о тарифах и о генпрокуратуре, поговорим теперь о голубых фишках, разумеется. В первую очередь о Газпроме. Отчетность нашего газового гиганта оказалась хорошей. Хотя надо отметить, что основной прирост пришелся на первый квартал. Во втором квартале чистая прибыль снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,4%. Также и рост выручки был скромнее. А она во втором квартале увеличилась на 20,7%. До 764,5 млрд рублей. В первом полугодии 2010 года чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. И составила 526,4 млрд рублей. А средняя цена газа для стран дальнего зарубежья уменьшилась на 23%. А чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза наоборот увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. И составила 188,152 млрд рублей. Это объясняется увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 50% или на 10,5 млрд кубометров. А средняя цена газа для стран СНГ уменьшилась на 15,5%. А теперь внимание! Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась аж на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом объемы продаж газа в России увеличились гораздо скромнее, чем в Европе и странах СНГ. Лишь на 6%. Так что выручка растет только благодаря росту средней цены на внутреннем рынке. Это весьма отрадный факт. Для Газпрома, естественно, а не для потребителей. Ему удалось компенсировать падение стоимости газа в дальнем зарубежье и странах СНГ, увеличив цены для потребителей в России. Кроме этого, Газпром продал в Европе и СНГ больше газа по меньшей цене, что также позволило увеличить совокупную выручку. Теперь можно вбухать кучу бабла в прокачку зенита или прикупить еще что-нибудь полезное. Однако повышать цены еще есть куда. Ведь внутренние цены все равно ниже, чем экспортные. Средняя цена газа для потребителей из нашей страны в 3 раза ниже, чем для потребителей в СНГ и в 3,8 раза ниже, чем для Европы. Ну, конечно же, руководство Газпрома рассчитывает, что российские цены когда-нибудь сравняются с мировыми. И я почему-то в этом тоже полностью уверен. Причем я уверен, что тарифы сравняются с мировыми. Причем намного раньше, чем уровень жизни населения. Тем временем, рост выручки может стать мощным драйвером роста для котировок газового концерна. Но кроме доходов от продаж газа, по Газпрома есть еще кое-какие позитивные тенденции. Так, в отчетном периоде чистая выручка от продажи продуктов нефтепереработки увеличилась на 43% по сравнению с прошлым годом. Выручка от продажи электрической и тепловой энергии возросла на 49%. В основном это произошло благодаря включению в консолидированную отчетность дочерней компании ТГК-1. А благодаря успешной деятельности Газпром нефти, выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата составила 93,5 миллиарда рублей. При этом мы не забываем, что Газпром у нас монополист по транспортировке газа. Выручка от этих услуг возросла на 70% и превысила 45 миллиардов рублей. И в завершении отмечу, что в первом полугодии Газпром сократил чистую сумму своего долга на 29%. Это также является позитивным фактором. Сегодня на фоне отчетности котировки Газпрома поднялись на 3%. А в целом после длинных выходных котировки российских акций демонстрируют неплохой рост. В середине дня индексы ММВБ и РТС прибавляют порядка 2%. Это вполне естественно, так как инвесторы отыгрывают рост мировых фондовых рынков, который наблюдался в предыдущие дни. Среди глубоких фишек лидируют ГМК Норильский Никель, ВТБ и Газпром с ростом более 3%. Про Газпром я уже высказывался, а по первым двумя эмитентам позитив был еще на прошлой неделе. Не секрет, что за контроль над Минор Никелем борются Интерос и Русал. Участники рынка не исключают скупки акций на бирже. А ВТБ, как известно, собираются приватизировать до конца года. Игроки рассчитывают, что его котировки подтянутся к уровню IPO 2007 года. 13,6 копеек за акцию. Теперь перенесемся в второй и третий эшелон. Ха-ха! А там творится кое-что позитивное. Мы видим мощный рост металлургических компаний. Раньше они отставали от рынка и теперь идут вверх вслед за ценами на сталь. Лидер сектора Северосталь подорожала на 2,9%. А менее ликвидные Мечел и НЛМК на 4% и 5,8% соответственно. Хуже рынка себя ведут акции АвтоВАЗа. Видимо, новость о покупке пакета Рено Ниссаном уже отыграна. И инвесторы решили зафиксировать прибыли. Что еще хорошего в эшелонах? А вот что! Российский интернет HoldingMail.ru групп привлек в ходе первичного размещения акции 912 миллионов долларов. Всего было размещено около 33 миллионов ценных бумаг, предложенных в форме глобальных депозитарных расписок. Почему Mail.ru не стали размещаться на наших отечественных площадках? Не ясно. Ну не захотели и ладно. Инвесторы уже выкупили весь выпущенный объем по верхней границе предложенного ценового диапазона от 23 долларов 70 центов до 27 долларов 70 центов за расписку. После IPO и всех доп. эмиссий и опционов предполагаемая оценка стоимости Mail.ru групп составит 5 миллиардов 700 миллионов долларов. Напомню, что пока компания продала лишь 16% своего капитала, а остальное осталось у учредителей. Кому принадлежит Mail.ru не очень понятно. Говорят, что основные акционеры Юрий Миллер, Григорий Фингер и Алишер Усманов. Так сказать, три русских богатыря. Сколько бумаг кому принадлежит, непонятно. Но это как всегда структура собственников в России дело темное. В ходе IPO Mail.ru групп предложил следующие активы. Интернет-компанию Mail.ru, сервис мгновенных сообщений ICQ, социальную сеть Одноклассники, 25% соцсети ВКонтакте, 25% платежной системы Киви, 2,4% крупнейшей социальной сети Facebook, 5% скидочного сервиса Groupon и 1,5% производителя игр для социальных сетей Zynga. Ну что сказать, конечно, я очень рад за Mail.ru. Однако, мою радость немного омрачает тот факт, что ее акции не торгуются на ММВБ. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. На паях. Теперь о пифах. Как известно, кроме инвестирования в акции и облигации, пифы дают возможность поучаствовать в рынке недвижимости. Подобные услуги предлагают закрытые пифы недвижимости. Естественно, мало кто может позволить себе купить деловой центр, многоквартирный дом в Москве или коттеджный поселок в Подмосковье. Я вот, например, могу. А вы можете? Если нет, то закрытые пифы недвижимости сделают это за вас и предложат купить свои паи, которые стоят гораздо дешевле отдельного объекта недвижимости. Но имеет ли смысл делать это сейчас? Внимание! Ахтун! Аттеншн! Играть на рынке недвижимости имеет смысл только в фазе его роста. А когда она начинается? Рынок недвижимости стагнирует с осени 2008 года. По данным на первое полугодие в Москве остаются вакантами до 20% офисных площадей. Арендные ставки пока низкие. Соответственно, доходность закрытых пифов недвижимости в этом году не превышает 2%. Однако, совокупные чистые активы ипотечных фондов достигли 144,4 миллиарда рублей. И их уже стало порядка 450 штук. Такая активность говорит, что пора присмотреться к возможности инвестирования в закрытые пифы недвижимости и ловить подходящий момент. Тарифы растут, инфляция увеличивается. По данным Росстата, инфляция в Российской Федерации в октябре составила 0,5%, а с начала года 6,8%. Цены на продовольственные товары выросли в октябре на 0,7% и на 9,1% с начала года. Стоимость непродовольственных товаров с начала года росла медленнее на 3,8%. Цены на платные услуги населению не изменились. С начала года их рост остался на уровне 7,4%. Но это, конечно, еще не предел. Ведь продукты питания зимой, как правило, дорожают ускоренными темпами. Но рост цен на продовольствие в этом году – общемировая тенденция. Цены на продовольственные товары приближаются к максимальному уровню за последние 20 лет. По ее мнению, одной из главных причин для этого стала засуха в Бразилии, из-за которой ожидается дефицит сахара. На Бразилию приходится свыше половины мирового экспорта сахара. Граждане, это сигнал к покупке. Пора, пора запасать сахар по старинке, мешками. И складировать его где-нибудь в сухом гараже. А не запасетесь – кончится для вас дольчевита. Запасаться придется не только сахаром. Из-за плохого урожая кукурузы в США возможен рост цен на зерновые. Так что лучше всего превратить свою квартиру в продовольственный склад. Закупать продукты питания – это сегодня самая лучшая инвестиционная идея. Единственное, что сейчас дешевеет – это мясо. Это потому, что некоторые производители сокращают поголовье из-за роста цен на корма. То есть попросту забивают скот, потому что дорого его кормить. Но, как вы уже поняли, рост инфляции этой зимой неизбежен. Впрочем, для инвесторов это совсем не так плохо. Например, и я не исключаю, что коммерческие банки могут увеличить проценты по депозитам физических лиц. Речь идет о так называемых новогодних вкладах. Такое зимнее увеличение процентов наблюдалось в прошлом году. Думаю, и в этом году будет то же самое. Но инфляция – это явление абсолютно неизбежное. Хотя бы потому, что ФРС США продолжает печатать деньги, которые в конечном итоге оказываются на сырьевом рынке или текут в бумаге развивающихся стран. Те же самые Бразилии, Индии, Китая. Ну и нам хоть и немного, но перепадает. В Европе таким положением дело довольно далеко не все. Вот недавно, например, подал голос министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Хер Шойбле заявил, что решение ФРС о масштабной покупке гособлигаций подрывает доверие к финансовой политике США и повышает уровень неопределенности в мировой экономике. По его словам, нет логики в том, когда американцы обвиняют Китая в манипулировании валютным курсом и затем с помощью печатного станка, который есть у их центрального банка, искусственно снижают стоимость доллара. Действительно несправедливо, но логика здесь как раз есть. И логика железная. Деньги-то печатать надо, а виноватым можно сделать Китай, Россию, Иран, Аль-Каиду. Нужно подчеркнуть. Но есть логика и в том, что после таких слов господина Шойбле ослабление доллара прекратилось и он стал укрепляться. Однако словесные баталии вокруг доллара еще далеко не закончены. Думаю, что максимального накала они достигнут в середине этого месяца на заседании глав стран большой двадцатки. А вот главный технический аналитик крупнейшей японской банковской группы Mitsubishi, UFJ, Morgan, Stanley Securities, Наохика, Мията ожидает снижение курса американского доллара к японской иене до уровня 72 иен за доллар. Причем Мията даже указал сроки, когда это может произойти. По его мнению, до конца первой половины следующего года. Это весьма интересный прогноз. Доллар сейчас торгуется в районе 82 иен. То есть, предполагается дальнейшее укрепление иены почти на 14%. Теоретически, на этом можно отлично заработать, если прогноз оправдается. Однако, господин Мията мог не учесть одного важного фактора. Банк Японии, который, похоже, не намерен мириться с удорожанием иены. Центральный японский банк решил последовать примеру старшего брата, то есть ФРС, и выделил 5 триллионов иен на экстренную скупку государственных облигаций и других ценных бумаг. В общей сложности Центробанк Японии потратит на покупку гособлигаций более 435 миллиардов долларов США. Однако, есть вариант, что и это не поможет ослабить иену. Но все-таки, что это за наваждение такое? Все хотят понизить курс национальных валют. Все печатают деньги. Все скупают собственный госдолг. Все качают деньги в мировые финансовые рынки. Скоро они превратятся в один большой воздушный шарик. Ну и как тут не быть инфляции? Да что там инфляция? Как бы чего похуже не было. Наше все. Но пока можно наслаждаться жизнью. Весь нефть дорожает. За последние 5 дней цена нашего черного золота повысилась примерно на 7%. В пятницу сорт WTI вырос до 86 долларов 85 центов за баррель. Котировки нефти Brent доползли до отметки 88 долларов 11 центов за баррель. Но пока котировки растут, эксперты ОПЕК занимаются, на мой взгляд, абсолютно бессмысленным делом. Прогнозируют уровень цен на далекое будущее. Как они это делают, это только им самим известно. Но тем не менее, по их расчетам, до 2020 года цена на нефть должна установиться на уровне 75-85 долларов за баррель. А к 2030 году достичь 106 долларов. Хотя если разобраться, выясняется, что это вовсе не прогноз, а необходимый уровень для роста добычи. А-а-а, ну тогда все понятно. По подсчетам картеля, для того, чтобы насыдить растущий спрос на сырье со стороны развивающихся стран, нужно увеличить нефтедобывающие мощности. А для этого необходимо до 2030 года вложить в добычу 2 триллиона 300 миллиардов долларов. Причем три четверти от этой суммы должны быть потрачены странами, не входящими в ОПЕК. То есть, скорее всего, нас с вами, господа. Но в целом World Oiled Outlook весьма позитивен для нашей страны. Ведь ОПЕК ожидает, что спрос на энергоресурсы продолжит расти и к 2030 году будет на 40% превышать сегодняшний уровень. ОПЕК не ожидает никаких прорывов в мировой энергетике. В 2014 году спрос на нефть должен составить около 90 миллионов баррелей в сутки. После этого увеличение мирового спроса резко замедлится. До 2030 года он стабилизируется на отметке 105,5 миллионов баррелей в сутки. К 2030 году доля углеводородов в мировом потреблении энергии составит 80%. Причем спрос на природный газ будет значительно опережать спрос на нефть. Это неплохо, ведь запасов газа в России, по оценкам экспертов, хватит еще на 70 лет, а нефти всего на 20. Аккурат к 2030 году и закончится. Ха-ха! Спрашивается, а как же биоэтанол? Ветренные мельницы, морские приборы и другие альтернативные источники энергии. Может это все мифы, придуманные учеными, чтобы обосновать масштабные проекты, типа Роснано и прочих сколковых? Эх, да бог с ними, пусть придумывают. Ученым ведь тоже кушать надо. Да живем увидим. Как говорится, а после нас хоть потоп. А пока мировой спрос на нефть растет, в 2010 году он вырастет на 1 миллион баррелей в сутки, что превышает прогноз 2009 года в два раза. Это, опять же, подсчитали эксперты ОПЕК. Есть еще один позитивный фактор в обзоре World Oil Outlook. Это мнение ОПЕК по поводу структуры экспорта стран, не входящих в картель. К ним, в частности, отомсимся и мы. И вообще, мы сегодня несем гордое звание мирового лидера по добыче нефти. Давно бы все жили, как в Куете. Ну, не можем. Так вот, в 2010 году ОПЕК рассчитывает нарастить свой экспорт с 29,3 миллиона баррелей до 38,7 миллиона баррелей в 2030 году. Таким образом, ее доля в мировом экспорте за 20 лет увеличится совсем незначительно с текущих 34,7 до 36,7%. Это означает, что ОПЕК признает, что независимые производители смогут представлять свою нефть на мировой рынок примерно в тех же пропорциях, что и сейчас. Отвечаю. Ну, по рынкам вроде бы все, а теперь я отвечу на ваши вопросы. Мне тут весь имейл просто завалили письмами, поэтому уж извините, но буду отвечать выборочно. Итак, вопрос от Галины Алексеевны из Самары. Она пишет, что ее интересуют акции ОГК-4 и ОГК-5. В перспективе на один год и можно ли открыть короткую позицию по бумагам автоваза после праздников? Отличный вопрос. Начну с ОГК-4. Пока я не вижу особых перспектив у акций 4 ОГК. После достижения с некоторым превышением уровня 2 рубля 76 копеек идет коррекция, цены которой 2,45, 2,33 и 2,07. Я пока стою в шортах и ближайшие несколько недель воздержусь от лонгов. Разве что цена пойдет выше 2 рублей 83 копеек. Пробой этого уровня может стать сигналом к агрессивным покупкам. По ОГК-5 ситуация аналогичная. У меня пока нет оснований покупать эту бумагу. Внизу есть несколько целей 2,49, 2,43 и 2,36. При определенных условиях 2,36 я, возможно, куплю. По автовазу. Тут я вижу повышательный тренд. И агрессивные шорты с текущего уровня в 35,65 возможны с очень коротким стопом на 37,05. Так, с этим разобрались. Следующий вопрос. Пишет мне... Так, кто же мне тут пишет? Посмотрим, посмотрим. Так, пишет мне Алексей Виноградов из Москвы, который приобрел акции Сбербанка 2 года назад по 26 рублей. И сейчас, как он написал, удивляется мощной динамике этих бумаг. Ха-ха, да-да. Не удивляться надо, Алексей, радоваться. Но Алексей почему-то не радуется, а спрашивает. Так, Вадим, дайте ваш прогноз на ближайшие полгода. Отрастет ли эта бумага? Еще. Или стоит уже ее сливать? Отвечаю, сливать, возможно, еще рановато. У акции Сбербанка есть перспективы движения к 144 рублям. Но в моем портфеле сейчас Сбера нет. Почему? Не скажу. Не скажу. Следующий вопрос. Здравствуйте, Вадим, смотрю с удовольствием ваше шоу каждый день. Пишет Петр Валентинович из Брянска. Спасибо, Петр Валентинович. Я сам бы его смотрел, да вот нет времени. Потому что я его с удовольствием делаю. А еще я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Дальше Петр Валентинович пишет. Недавно приступил к торговле на бирже. Хочу приобрести в свой портфель акции Аэрофлота, которые сейчас растут. Скажите, как вы видите эту бумагу на ближайшие 2-3 месяца? Как я вижу, про 2-3 месяца я вам не скажу. Могу только сориентировать по уровням. Я купил акции Аэрофлота на пробой уровня 67-44. И первая моя цель 83-60. Там я планирую закрыть половину позиции. Остальное оставлю до достижения цены 112-117 рублей за акцию. Вот как-то так. Пишет мне частный инвестор Алексей из города Сочи. Он интересуется, как быть с акциями Красноярской ГЭС, которые он приобрел неделю назад. Он спрашивает. Вадим, чем вы можете объяснить такой рост за последние несколько дней? Стоит ли докупить еще эту бумагу? Алексей, вы бы лучше квартиры в Сочи скупали. Ха, объяснять рост я не буду, но скажу, что акции Красноярской ГЭС достигли целевого уровня в 161 рубль за акцию. И сейчас варианты покупки данных бумаг лично я не рассматриваю. Так, идем дальше. Приветствую вас, Вадим. Мне нравится ваше шоу, прогнозы все реальные и в данный момент торгую только с вами. Супер. Пишет Игорь Рыбаков из Ростова. Скажите, можно ли сейчас докупить бумаги Газпрома, так как вроде бумага растет. И скажите, что вы думаете по седьмому континенту? Стоит ли садиться в разогнавшийся поезд? Спасибо, Игорь, мы тут все тоже чисто конкретно реальные. Привет, Ростову, папе. Ну, за Газпром я вам скажу вот что. На хорошей отчетности он неплохо подрос, но для меня это была возможность для продажи. Смысла покупать его я пока не вижу. Впереди серьезный уровень сопротивления, недельная трендовая. Да, ее пробоя я бы покупать не решился. Ну, за Газпром я вам скажу вот что. На хорошей отчетности он неплохо подрос, но для меня это была возможность для продажи. Смысла покупать его я пока не вижу. Впереди серьезный уровень сопротивления, недельная трендовая. Да, ее пробоя я бы покупать не решился. Сам я зашортил по открытию рынка по 175-20. Что касается разогнавшегося поезда, как вы назвали седьмой континент, тут я чисто реально не понял, куда на ваш взгляд разогнался этот поезд. Лично я вижу флэк. И, соответственно, я пока вне рынка по этим бумагам. Ну вот, кажется и все, на что я успеваю ответить. Стоп лось на канале Гениум ТВ. Торгуй со мной или умри бедным. Ха, лосям здесь не место! Пока!